Российских школьников ждет новый экзамен. Итоговое сочинение выпускникам предстоит сдавать уже 3 декабря. За него ученики смогут получить максимум 10 баллов и оно будет учитываться при поступлении в ВУЗ. Какие еще нововведения готовят российские законодатели в обзорном материале программы. Продавать красивые номера с аукционов предложили в Министерстве внутренних дел России. Об этом сообщает газета РУ. Поводом для подобного заявления послужили в том числе и серые схемы продажи госномеров с определенным буквенно-цифровым сочетанием. Между тем, как отмечает издание, в тексте документа нет того, как именно должны проходить подобные аукционы. К тому же эксперты отмечают, что данное нововведение лишь развяжет руки перекупщикам, специализирующимся на продаже номеров. Уже 26 октября Россия вновь перейдет на зимнее время. Постановление уже приняли в федеральном правительстве. Перевод стрелок обойдется жителям в 15-20 миллиардов рублей, почитали специалисты. Расходы понесут те, кто использует счетчики с раздельными на день и ночь тарифами. После перехода на зимнее время их придется перепрограммировать. Депутаты Госдумы предлагают компенсировать затраты на это из российской казны. Соответствующий запрос уже направили премьер-министру страны. Тем временем итоговые сочинения российских школьников планируют оценивать по пяти критериям. Они утверждены Рособранадзором и опубликованы на сайте Министерства образования. Критерии позволят оценить сочинение по таким параметрам, как соответствие теме, аргументация, композиция и логика, качество письменной речи и, конечно же, грамотность. Результатом оценки итогового сочинения будет являться зачет или незачет. Для получения зачета выпускнику необходимо будет получить положительный результат по трем критериям и выдержать объем не менее 250 слов. На написание сочинения отводится 3 часа 55 минут. При этом экзаменуемым разрешается пользоваться орфографическим словарем. Сочинение вводится в перечень выпускных экзаменов российских школьников, начиная с этого учебного года.